Постоянно кричит, она говорит, какая тут притча-то? Не для того, а Господи, а к чему это относится? Эти слова-то ведь все знают. Вот в монастыре у Пафомия 11 тысяч человек. Кто знает их? Не один человек. Не потому, что они безвестные, а или сделали такие же. Не то, что они были бесталантные, там написано, сколько было пузнецов, погонщиков, ослов, переплетчиков. Все это известно было, но только в своем кругу. Подсвечник-то где? Да и вопрос, а что такое подсвечник? Подсвечник это то, что поднимают выше. А как же левая рука, да не знает, что делает правая? Тайна, если ты сделал, сделал тайна, тайна, или самая дорогая милостяня, тайна, самый дорогой пост, тайна, молитва, тайна, а как же? А результат будет, тот, который будет видеть. При всем желании скрыться, это бесполезно. Все равно, что жена, когда не исполняет волю мужа, все равно, что будет в гости своей, мать, вещество похуже, попробует, хорошо пахнет, это другое дело. Тебе не скрыть, оно будет запах разноситься. Это все рак, он так говорит. И попытка скрыть ее нрав ни к чему не приведет. Она обязательно приведет, затеет, скандал, что угодно. В первом послании Коринфян 12.7. Но каждому дается проявление Духа на пользу. На пользу кому? Для кого-то. А растеявшиеся, ну когда огонение началось, они не спрятались, а пошли и благовествовали. Вот это означает святение. То, что сказали, передали другому. Это слово, которое понес, то есть выше и выше, дальше и дальше будет. Свет этот разносится. Иоанн Златоус очень заботился о том, чтобы проповеди его были известны другим. Уходясь, он буквально в дверях еще задерживал и говорил, придете домой, не спешите за столом там есть, что жена приготовила. Первым делом поверите, что ты слышал. Пусть рабы услышат, служанки. Да и пойдете другим расскажите. Я для стен говорю, развертый. Вот то, что снимают, на мальтофон записывают, книгах, это все подсвечник. Это поднимают. Но не каждому, да вот и делом, другим свидетельствуют, распространяют. У меня были знакомы священники всемирно известные, как отец Дмитрий Дубко. Маленькие тогда были книжки, мы их брали, доставали пишущие машинки, печатали. А я их книги, их начитывал, начитывал и размазал. Тиражировали и дальше давали другим. Поехала к Александру Меню, на 16 часов записано его проповеди будет. И мы тиражировали сотни, если не больше, и всей стране наполнили его проповеди. Где вы что не услышали, какая книга, печатать-то нельзя было подпечатать. Об этом даже думать нельзя было. Сразу распространяя, это означает, мы поднимали их на подсвечник, чтобы всем было известно. Посланники Фессианам 5, 8, 15. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте ковща на свету, потому что плод Духа состоит во всякой благости. Благость это доброта, она будет видна, если ты духовная. Праведности, а праведности никак не скроешь. Праведность это умение прощать. Это и после молитвы добродетель, милостяне. В истине, если себя поистине к тебе будут обращать за советом, испытывайте, что Богу угодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Но не участвовать это одно, но обличать. Не участвовать просто, закрылся, я не хочу участвовать в этом. А пойти и обличить еще надо мной. Это первая часть предложения. А как это? У тебя светильник есть, ты не осветил, не осветил тебе. Он там закрылся, он не идет никуда. Ты иди освети, засучись. Найди там, где требуется твой талант. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Что они там делают тайно? Во всяком случае, не Богу угодные дела и не прославление Бога. Определенно могу сказать, что делают стыдно и говорить. Потому что все это делают. Стыдно все, что не ведет к вечности. Можешь расширить очень широко. Все же обнаруживаемое делается явным от света. Если светили. Ибо все делающиеся явным, свет есть. Ты хочешь забыть, что ли сделать светом? Возвести ему. Определенное место писания посчитать. Я вам говорил про эту сестру. Она остановилась четвертой главой Матфея. Доббит и доббит в одно место. И смотри, какие изменения. Бог его знает, что дальше будет. Он поминает меня, меня называет. Она говорит, я не о нем говорю, я говорю, четвертая глава. Я ему говорю, он говорит, опять меня поминает меня. Он меня в глаза не видел, не знает. Она опять говорит, я тебе Матфея читаю, батюшка. И вижу, что ты прямо ему говоришь. Ты ничего не понимаешь, совсем даже. Бог дал слово свое. И Бог повелел следовать ему. Мы вопрос не должны задавать, а как я выполню? Ты обязан изучать. А дальше ты увидишь, как внезапно все изменится. Вот опять к нам пример. Вчера он говорил, ты придешь спустить с крыса ее тому, опрокинуть. А сегодня уже говорит, мы оба подречились. Мы могли бы сами это сделать. То есть она является уже святильником, эта душа. Ее бы никто не знал, ей говорят. А благодаря этому крещению, что смело восстал, они сейчас в епархии везде говорят. Ее уже подняли на святильник. Она говорит, жизнь прожила бы, и никто не знал. А сейчас и молятся, и молебены. Может даже доложили. Ты начни только действовать, и ты увидишь, сколько у тебя добра. Почему талант не раскрыт? А он зарыз был, и его никто не видел. А один-таки видишь, как ты его узнаешь? Давайте быстро навообразим, чтобы все-таки святые обидели больше нас. И когда нам пытаться в душа идет, ей приходится смотреть в прошлое. Испытывать будут. Демоны. И вот мы вернемся назад и посмотрим. А заходь покажет, вот возможность была такая, ты не сделал. И столько руками разъедешься. Ничего нельзя изменить. Это талант у меня был, да. У тебя был талант, может быть, водитель с детьми. Может быть, такой талант. Сказать доброе слово. Утешить. Сообщить, написать, возвестить. Но эти таланты, как ты один разовешиваешься сам для себя. Для поезда в церкви. Для поезда в ближнем. Ты с кем встречаешься, всегда задавай такой вопрос. А какой у меня талант? Очень редко люди задают. Я говорил в пропаде однажды. Я вам буду сказать, кто уйдет из церкви. Что его не будет здесь. Это некоторых напугало. Стали подходить и спрашивать. Я говорю, кто уйдет, я не буду говорить. А кто не уйдет, я откажу. А ты дальше сам договорились. И кому ничего не сказал, они все давно ушли. А как вы узнали? Это очень просто. Эти люди нигде не участвовали. Это первое. Они не сочувствовали. Они не плакали с плачущими. Не радовались с радующими. Они уже давно были чужие. Они жили не церковной жизнью. Они начали хорошо. Зашло, а потом засохло. Неглубоко было. Надо глубже говорить. Надо, чтобы корни далеко пошли. Ты услышал, светильный и дождь сияет. Дождь сияет. Девочки пошли, мальчики в школу. Твой светильный будет там. Смотри, учись. Слово двойка, чтобы было забыто. Меньше, чем на пятерку не соглашайся. Ты пошла в школу, чтобы учителя не жаловались на тебя. Поведение должно у тебя прекрасное быть. Ты все с молитвой делаешь. И, понимаешь, ты святильный. Я живу с учителем вместе, он и говорит. Неверующие дети в разъезде ведут себя выше, чем верующие здесь. Я так и задавал. Да ты что? Истинно говорю так. Я начал показывать, говорить. Рукавец, лгул деревенский. Я боюсь, как бы они начали обижать еще неверующих. Вот горе-то где будет. Это все на родителях. Каждый день строгость требует. Бог дал тебе великую радость иметь домашнюю церковь. Подними это святильник, чтобы можно было показать. А вот человек, который детьми занимался. И в церкви они знают, как вести себя. И в школе, на людях. Воспитанность у людей называется. А у нас проникновение слова кожи от него. У него все будет по-другому. Его никто не собьет. Провод Кисая 61-2 говорит. «Восстай, сидись в Иерусалиме. И вот пришел свет твой, слава Господня зашла над тобою. И вот тьма покроет землю и мрак народы. А над тобою воссияет Господь. И слава Его явится над тобою». Кто такой свет? Господь. Господь с тобой всегда будет свет. Чтобы, если есть дети старше, то дети всегда знают, какое должно быть уважение, побежать, попроведать, как там бабушка. Чтобы он сам искал этот святильник. И потом он будет вспоминать. Мы не знаем, у ребенка, который растет нет. Он сегодня умрет. А чем его вспоминать было? Что бегал, прыгал. И козленок, и ребенок бегает, прыгает. Добротой, властью, вниманием. Чтобы он знал, что другой побежал не благословясь, три поклона не положил, сразу его остановили. Я говорю, у нас дети. Они меня столько раз остановили. А три поклона забыли положить. И в лагерь уходят. По ягодам никуда. Ну и я в лагерь, и бывает, закручивается. Я разворачиваюсь, тогда три поклона. Става, вылезай домой. Опять я что-то забыл. Но мы идем домой, а почему не поблагодарили за ягоду? А все, прозвозят. Дети, это как глина, она легко спечаток принимает. Святильник, уже зажженный, будет свечить всю жизнь. Филиппийцам 2.15. Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми щадами Божьими, непорочными среди стратирового и развращенного рода, в котором вы сияете, как в светилом мире. Значит, разве-то есть они развращенные, а это яркие святильники. Я некоторых спрашиваю, сегодня говорю, где те, где ваши? Ну вот, приехали в город. Причина какая-то, они могли здесь учиться? Могли, если не нашему, ничего не можем делать. Вы понимаете, что люди платят большие деньги, чтобы на дому учить, чтобы этот разврат не видеть, что там есть. Так что, все время я там себя держать буду. Пускай ребенок отрепнет. Деревство, его куда угодно можно поднуть. Это дитё сделается для тебя неблагословением. Зажги мне мотоцветильник веры, восстанови алтай, чтобы там все время курился фимиан. Ребятишки такие податливые. Вот сказать, что совсем нет, ну может быть, один, два, так, и то, мало занимаюсь. Видишь, лукавленный ребенок совсем. Видно, что почти не молится. Если он начинает говорить, и какая-то искра, то уже начинает мелькать. Немножко совсем позанимаешься, ну прям на глазах видно, как ребенок меняется. Зажгите в гнете и скидите. И друг другу помогайте семье. Не так, что ты муж, ты свободен, более жена загружена. Ясно, что она больше. Сделай так, чтобы она даже что-то было, делала и все равно ослышала. Или Библию начитанную читать, слушала. И порассуждать, поднять этот светильник. Она, жена, может быть, чаще встречаться с кем-то будет. Расскажет, попадает в больницу, в роддом. И она обязательно свой духовный багаж поднимет очень высоко. Он на нее будет смотреть другими глазами. Если это светильник горит. Нечестиво вместе. Филиппийцам 2.16. Содержать слово жизни, похвалимое в день Христов. Что я нечестно подвязался и нечестно трудился. Это светильник будет гореть в вечности. С чем мы туда придем? С какой разностью мы обернемся, когда дойдем до врага небесной отчизни, что в прошлом мы откликнулись на призыв Христа. Он зажег в душе нашей евангельский свет. Этот свет горит. Я всегда спрашиваю человека. Вот даже, знаешь, как приехал, я его запучаю, его этот. А где ты говорил? Ну, давай потанцать на карточке в одном другом храме. Ну, правда, видно, за столом беседует. И все равно мало. Ну, сидят родственники где-то. Почему так мало? Соро дней же все-таки пробыл. Где какое свидетельство было? Да никто не желает слышать. А вот, позволь мне уже не поверить. Я говорю, в Америке собрались. Я еще, у меня зафига в одном месте. Целую неделю просидел. Никак на народ не было. И, наконец, вывели меня в люди. Я спросил, а где молодежь? Да они не желают слушать. Как? Совсем не желают слушать православное молитвение. Ну, прищищаются-то прищищаются. Я попросил собрать. Проходит час, второй, третий. Вот один, двенадцать. И завтра на работу никто не уходит. Да старики скорость удивляют. Это наша молодежь. Они вообще ничего не хотят слышать или живут в своей жизни. Вы просто слова Божия не допустили до них. Вы за это ответите. Зажгите этот светильник. Посмотрите, сектанты. В школе обращенный ребенок он другим свидетельствует. Он говорит, в нем зажгли светильник. Какой там огонь горит. И при том, если ты хотел молчать, ничего не получится. Я хотел. Я удерживался в себе. Но внутри меня был как бы развитый огонь. Он разрывал все. Господь нам постоянно напоминает евангельскими чтениями о том, что надо другим говорить. Я повторяю, что если бы свет евангельский шел через первых христиан, как через апостолов, никакого грузизма бы не было. Никакого и слава во сне бы даже не увидели. Никаких этих войн не было бы. Это все из-за того, что люди были во сне. Никто бы не знал ни суворов, ни футуза, ни Наполеона. Просто этого не было бы. Просуды были бы верующие. Чем он пошел завоевывать? Чем он пришел сюда немец? Зачем? Если мы оба верующие, нам встретить того же только для того, чтобы прославить Бога. Мы из-за веков, мы им уже раскроем объятия. Мы радостные будем. Господь говорит так. Спрашивает нас. Для того ли приводится священ, что вы поставите? Если ты молчишь, здесь два рода. Тебя молчили неправильно? Или она не зажженная? Если она зажженная, обязательно будешь верующим. Далеко видны. Раньше спрашивал. Ты веришь? Да. А на работе знает? Нет. Как на работе могут не знать? Ну, у меня крестик, кляночки собраться из стороны пришиты. А японки там в губеде за стопками стоят, и никто не знает. Светильник под кровать, и он никого не светил, это закрытый товар. И этот человек не пройдет туда, куда пойдут правильники. Мы прочитали сегодня простое слово светильник. Дома, когда зажигаешь, на лампочку даже глянь, скажи, как она высоко под потолком, как она освещает. Если она далеко, мы приближаемся к ней. Настольную лампу, чтобы хорошо освещала. Я без настольной не могу. Это значит, наш свет надо приблизить к людям. Если Господь благословит, мы завтра опять верим. Хотим показать фильм Иисус. Требуется помощь. Помощь, конечно, молитвенная. Мы не знаем, сколько человек будет. Мы вообще ничего не знаем. Мы работаем очень слабо. Надо там пройти в каждый дом. Люди отравлены. Самое положительное то, что там нет церкви, нет священников. Самое положительное. Люди открывают двери, разговаривают, и нигде не прогоняют. Ну, один, может, сказал, пьянется какой-то. Мы светильник вынесли уже за границы нашего района. Конечно, лепартии ловят эти сведения, лагают. Но мы не знаем, когда это, соответственно, зажжется. Попросить Господа, чтобы Дух Святой завтра нас ввел. И чтобы в новом сердце он зажег свет. Мы хотим, чтобы этот фильм, прекрасно поставленный о жизни Иисуса Христа по Евангелии от Луки, зажег свет в людях. Там трудили очень многие талантливые люди. Это один из самых лучших фильмов. Потом мне сегодня звонит один священник и говорит, вот привези фильм, надавайте Иисус, отделываются. И вот там что-то Иисус, Мария, Мария, я говорю, выбрось его. Я его видел. Это, во-первых, неумело и даже вредно. То, с чем мы едем, это прекрасно. По Евангелии от Луки, прямо, слово, слово, все идет. Свет уже зажжен, его надо только поднять. Да благословит нас Господь на этот труд, чтобы мы стали не светом, а намерение наше тем подсвечником, которого далеко вы видите, чтобы вы видели свет Христом. Аминь.